Всем привет, с вами Мосс. Этот видос обязательно зайдет тем, кто любит недорогие, экзотичные, но при этом играбельные гибриды. Да, с самого начала FIFA многие из вас просили меня сделать отдельный ролик про китайскую лигу, но немного поиграл, разобрался и понял то, что по некоторым позициям там полный провал. А вот взять лучшее из этой лиги и совместить этих представителей с бюджетными бестами из других лиг может выйти очень интересно. Собственно, такой состав у меня получился, на что он способен, а также какие игроки из китайской лиги вполне себе имеют право на жизнь в более дорогих гибридных сборках, вы узнаете прямо сейчас. Приятного просмотра. Друзья, если не хватает золотишка на паке или крутой состав, обращайтесь к Ване Мухину. Выгодный курс, быстрая доставка, а сейчас еще и действуют жирные скидки. Ссылка будет в описании ролика. Приступаем к сборочке. По вратарю и обороне на свой вкус. В китайскую лигу годных представителей пока не завезли, поэтому можно взять бюджетную Германию, можно Италию. Главное, чтобы вся защита была между собой сыграна. Ну и слева желательно поставить бразильца, в избежании дальнейших проблем. Особо не парясь, оборону слепил из того, что было в клубе. Треугольничек из ПСЖ, плюс двое подкопченных из Кальчо и Лиги Н. Так-то на ЛЗ бил себя в грудь и просился Александра, но вам же подавай дешево и сердито, не так ли? Если нужно солиднее, лучше прикупите Алекса Тейша. Он парень что надо. В центре полузащиты с уклоном на разрушение встает чудовищные годноты Бестяра. Да, наверное он больше бокс-то бокс, но чуйка мне говорила, что Паулинио тут сдюжит без проблем. Слева, чисто ради сыгранности, выбор пал на Тайсона. Ну а справа еще одно очень хорошо знакомое нам чудовище. Не самое проворное и ловкое, но в плане корпуса и ударов Халк учтиво протянет курнуть сосиску доброй половине элитных лонгшотеров из ЭПЛ, да и не только. Цапа Пади уже угадали? Какой к черту Оскар? Талиска и только он. Его информ уже начали сравнивать с Гуллетом, а его обычная карточка очень напоминает Мелинка Вячесавича из прошлой Фифы. Высокий, с четверки на финтах и все такое, удар есть, передач тоже, короче, полный фарш. Осталось выбрать дуо страйкеров и куда же тут без всемирно известных бестов прошлых частей Фифки. Слева на дежурство заступает Тейшейра. Невысок, но быстр, ловок раздается обеих ног, а стамины хватит на оба экстра тайма. Ну а справа танк на скороходных гусеницах. Да, без четверки на финтах, но пейс, корпус и непосредственно завершение компенсируют все это с лихвой. Ну а скамеечка оккупирована еще тремя небезызвестными бойцами, которые обязательно будут выходить в каждом матче, меняя выдыхающихся коллег. И, как я надеюсь, пару баночек на свой счет тоже запишут. Посмотрим в Дивижн Райвлсах, на что способен этот сквад. Первый соперник и тут ничего выдающегося. Солидная, но не цветная макаронная дружина. Смело втыкаем защитную, под которой скрыто обычное 4-4-2 в рению, и не откладывая на потом, совершаем лажу. Вот что значит вовремя пропустить мяч на ход. Ну и ладно, так оно веселее. Думаю, не каждый день Алехандро забивает усопа, равно так же, как и Миранда получает в табло, ненавязчиво расстелившись в подкате. Вражина, честно сказать, была пособраннее нашего брата. Что я вам только что говорил про Гомеза? Вот-вот. Мои бразилокитайские бойцы воспряли духом лишь к 23-й минуте. Простенько, со вкусом разгоняем контратаку, и Бакамбу нежно катит мимо вражеского кипы. За фирменный брейк и тугодумие в защите могла бы залететь расплата через несколько минут. Но Буфонище тут не красоты ради. Хотя так-то и его войцах должной длиной культяпок обладает. Перед перерывом получаем еще один повод постоять на голове. Фирменный розыгрыш углового, и не особо напрягаясь, Бакамбу оформляет дубль. Ну а в качестве пруфа, что сопнил и камбблшит, чекайте статистику. Мачев прям был потным. Буфи и сотоварищи с трудом отстаивали последний рубеж. Оппоненту отдаем должное. После перерыва он был воистину хорош и к чертям вымотал пол сквада. Самое время сделать замены. Караско, Пато и Вьейро бодрячком выбегают на поляну. На 74-й минуте был шанс снять все вопросы. Но каркас крепкий, а удар Пато был искусно пойман автоблоком. Наши штанги тоже не с Алиэкспресса, и слава богу на добивание с удара Хакана наш подоспели раньше. Еле-еле вымучил победу 2-1. Но состав соперника был невыдающимся, нашим хлопцам подавай посильнее. Вот такое пойдет в самый раз. Эдакий салатик из черной икры, черной икры, а и сверху с черной икринкой. И все это под элитное игристое. На этом фоне наш сквад ей богу, как портвишок под батон с майонезом. Но кто застал те времена, поймет лирику и посмотрит на шанс команды с оптимизмом. Начали за здравие, но Седрик Малец постеснялся Громилы Куртуа и забыл пробить. Далее свой привет бельгийскому великану присылает Тейшейра. В ответ ловим нечто. Эдакий тутер, как пережить сразу 4 эмоции за 2 секунды. Стой! Уф, успел! Черт, все же пересек! И ха! Оффсайд! Наш хребетушек такая тема взбодрила. Вертушка, пас в разрез, рывочек, вовремя подставленная астероидная спина и Букамбу таки запускает в сетку. Танцулечки это, конечно, здорово, но только до Кикоффа. Полное попустительство обороны и Окоч само собой находит дырку в теле Буфона. Но нам эти глюконоидные разводы с центра поля не нужны. Тайсон вскрывает левый фланг, Тейшейра простреливает, Букамбу уже по традиции завершает. На 41-й минуте вспоминаем про правый фланг и старшего там по смене. Финнес сродненькой левый и Халк по образу и подобию тиммейтов отправляется в пляс. Один Кикофф хорошо, но два будет лучше. С такими мыслями вражина выдвинулась на очередной штурм и, черт побери, снова успешно. При всем уважении к Лио, эй, ну сколько можно, правда, уже пора фиксить эту чушь. После перерыва игра чутка скисла и ожила снова лишь к 68-й минуте. Пас на Тейшейру, пушка низом и элитные буржуи снова летят с разницей в два мяча. Сжимаем зубы, чтобы не сгореть с Кикоффа, делаем замены и далее наблюдаем еще один эпик момент. Занетти в этой жизни явно что-то знал. Беспалевная подножка Карраско, как следствие мой пас в никуда и вроде бы не спеша, но вполне уверенно СОП находит диагональю Марселла, который точен как штык. Спустя всего пару минут по старой дружбе Буфона прощает пьянич, ну а далее заколдованное дополнительное время и до сих пор не могу поверить, что читер номер 1 не забивает с навеса. Да, может немного повезло, но просто так матчи против команд за 6 мультов не выигрываются, так что наши ребятки с Алибабы уж точно не так плохи, как оно может показаться на первый взгляд. Я вам даже скажу больше. Паулиньо, Талиска и Халк это игроки уровня ВЛК, и я не шучу. Двое переехали ко мне в основной сквад. А если монетки в наличии, информы Халка, Талиски и Синьор Паулиньо, Трео, которая не выпадет даже из состава сценника в миллионы выше. Халк это менее шустрый, но более крепкий духом и суровый по лонгшотам Бейл. Цветной Талиска, эдакий Гулит на минималках, а Паулинью считай идеальный бокс-то-бокс. Играл бы в топ-лиге, стоил бы как минимум сотню. Учитывая зеленые и даже гиперлинки, подружить эту троицу с теми же Лукасами, Жезусами, Аликсами, Сандрой и прочими ферминами не составит труда, так что берите на заметку. Как выяснилось, не одному мне приглянулась эта чудесная троица из китайской лиги. Мне попадались в минувшей Вэлке несколько составов, которых тоже мелькали Паулинью, Талиска или Халк. Это лишнее подтверждение того, что как минимум попробовать их точно стоит. Если вам понравилось видео, то не забудьте влепить лайк. Если вы новые, обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Совсем скоро выйдет много интересного контента, который вы так ждали. Ну а ссылки на мою группу ВКонтакте и на мой Инстаграм вы по традиции найдете в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.